Меня зовут Азамат, я работаю помощником в суде. По данному факту могу пояснить следующее. 18 марта во время обеда на пресечении улицы Чикалова и Школьная, обходя словесной ссоры, между мной и Алтамышевой произошла непонятная ситуация. То есть по поводу выдачи судебного акта. На что Алтамышева потребовал, чтобы я ей сразу выдал этот документ. То есть в этот момент я не смог ей выручить вовремя, так как находились люди другие. То есть я их отпустил, после чего сделал копию и хотел ей выручить данный документ. На то, что в связи с тем во время обеда на мой вопрос о получении копии судебного акта, Алтамышева, выражаясь грубыми словами, о том, что я ей это сразу не выдал, сказал ей надо чуть подождать. После чего сказал, можешь подойти, данный документ снял, копия, она заверенная, можешь подойти. На что она потребовал еще раз, якобы в следующий раз, чтобы я такие моменты не упускал. То есть я должен был ей сразу, оказывается, отдать, не отпуская людей, когда она совходит. После чего, ходя в словесную ссору, мы с ней поругались. Когда шел, вперед ушел, избегая от ссоры в дальнейшем. То есть она догнала меня, и когда я поворачивал голову в ее сторону, она ударила в левую сторону лица. Ударила так, сильно ударила. После чего я ее пытался успокоить, я тебя взял, оттолкнул, чтобы она успокоилась и больше не кидалась на меня. На что она опять начала кидаться, там, различными словами называет. В дальнейшем, после чего наши работники заметили, и все происходящее у нее видели, и рывы. Расскажите, как давно вы знакомы с ней? То есть где-то примерно год она работает адвокатом в суде. И конфликт произошел из-за того, как я понимаю, что вы не дали ей вовремя какой-то документ? Да, данный документ, да, получается вот так. То есть я должен был ей касса сразу выдать. На мой ответ, что надо ей чуть-чуть подождать, она вот неправильно поняла, и, соответственно, нагрубила ее. Вы говорите, что она ударила вас первой? По данному факту, да, могут свидетели подтвердить, то, что с его стороны, инициатором драки, это все лучше было с ее стороны. А в тот момент, когда происходил конфликт, рядом находились люди? Рядом находились наши сотрудники, были, видели все происходящее. Она, Визира, утверждает в своем интервью, что вы ударили ее, она упала на землю, и затем вы ударили ее несколько раз ногой в область живота. Так, извините, на этот вопрос у меня даже нет ответа, потому что я на это, если честно, не способен. То есть элементарно человек лежит, и ее бить, я на это не способен. Я бы не стал бить ее. Я просто хотел себе защитить, этим отталкивая ее. Все, потому что там была плохая дорога, во-первых, во-вторых, что она была на кублках. Так получилось, что она упала на землю сама, и все. Мой момент вот так был. По поводу нанесения телесного повреждения, с моей стороны никаких действий не было. То есть после того, как она упала, у нее были какие-нибудь травмы? Вы заметили? Она встала, я не заметил, взяла камень на руки и побежала опять ко мне убить. От этого я пытался, значит, не убежать. А чем все закончилось? Что случилось после? Прошли, разняли, разошлись, все. Перед этим, как я сам пытался разрушить, попросить у нее извинения, то что я в данный момент толкнул ее, в этот момент я чувствую, то, что, оказывается, зря я толкнул. Но всю драку спровоксировала она. То есть она не ударила, то есть таких моментов не было, по своей стороне. Как много людей в этот момент находилось вокруг? Там 5-6 человек было. Они могут рассказать о том, что... Да, факт могут подтвердить, то, что как на самом деле происходил момент.